Что нужно для того, чтобы провести встречу, после которой остались бы довольны все? Само собой футболисты, конечно же болельщики и теплая неформальная атмосфера. Роман Шаронов и Александр Орехов около часа отвечали на все вопросы. Простые и не очень, легкие и такие, что игроки иногда терялись с ответом. Фалькао тяжело сравнивать игроки мирового уровня, просто если брать, то Фалькао больше использует моменты, хотя Аторос забил на двух играх, но если брать чемпионат Испании, то Фалькао намного больше забивает. Но один и тот попадающий шаг, понимаете, с мирового уровня, поэтому против того и другого тяжело играть, но интересно. А потом, я скажу, это, конечно, тяжело, я уже много раз говорил на эту тему, надеюсь, что это будет на последний рамок. И я начну со следующего сезона, со сбора, начну со всеми уже в общей группе. Я на это надеюсь, очень сильно. Если брать игру с Ростовом, я думаю, что игра с Челси забрала очень много эмоциональных сил. Физических понятно, эмоциональных больше, поэтому тяжело было выходить ребятам, потому что они были опустошены внутри. У Мвиллы спрашивал, после игры ССК, насколько скорость сопоставима с французским чемпионатом. Он сказал, что здесь играют быстрее, и он сказал, что во Франции больше закрываются команды. Я говорю, как, мы же играли с Леоном, они играют в комбинационный футбол. Он говорит, ну, только Марсель, Леон, назвал их здесь команд 3, он говорит, тут уровень выше. Вот это слова Мвиллы, мне тоже интересно, насколько наш чемпионат растет. Мне лично хотелось бы очень сильно сыграть в сериалов. Добиваясь спанцев того же до конца. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Самому взрослому болельщику Рубина Харису Исупову игроки и президент клуба подарили пакет с шарфами с европейских матчей Рубина. И, по-моему, я являюсь талисманом Рубина. Почему? Потому что, как я езжу, выше забыли. Второй достался победителю акции лучший гол Марта. Ну, а третий – самому отважному болельщику Казанского клуба. Уютно, спокойно в планере пообщались с игроками. Очень это ждали. Этого раньше вообще не хватало, вот этого общения. Пообщаться так с игроками, задать вопросы, послушать их. Мне кажется, такие встречи нужно отстаивать чаще. Болельщик себя как-то ближе чувствует к игрокам. В нашей команде, конкретно могу сказать, болельщиков любят, уважают их. И хотят, чтобы они всегда болели, ходили на игры. Тем более, я побывал на игре. Я был очень сильно впечатлен поддержкой фанатов. Им большое спасибо, очень респект им. Свообразный такой контакт с болельщиками, которого мы тоже не имеем, потому что мы только слышим фан-сектор, который нас поддерживает. А вот так близко мы с ним не общаемся. И мне кажется, это очень хорошая встреча, потому что болельщики будут знать, что мы обычные люди. И нам может быть обычные вопросы. И просто с нами просто поговорить. И не обязательно на футбольную тему. Я думаю, что это популяризирует опять же команду. И у команды будет больше болельщиков. Субтитры создавал DimaTorzok